Сейчас недельная глава воякил. Но это тоже надо знать, что в эту недельную главу будут читать, кроме главы воякил, главу, маленькую главку, маленькую главку Шкалим. Вы знаете, что начиная с конца Адара, точнее, сначала перед Адаром и до Ниссана, есть четыре главы, добавочные главки, которые читают. Так в эту неделю, в этот шаббат будут читать главу Шкалим, о принесении Шкалим. Почему читают именно это? Потому что Рошхо-де-Шадар объявляет Ашкалим, чтобы каждый принес полшекела на принесение жертв. Поэтому шаббат перед Рошхо-де-Шадар читает эту главу. В этом году два Адара, так это перед вторым Адаром. Это в шаббат перед Рошхо-де-Шадар. Затем шаббат перерыв. Затем шаббат перед Пуримом будут читать Паршат Захор. Будут читать главу о... Помни, что сделаете о малык. Это всегда читают в главу перед Пурим. В шаббат перед Пурим читают главу Захор. Затем еще раз шаббат. Шаббат обычный, без добавочных отрывков. Затем будет идти Паршат Пара о красной корове. Очищение от пепла, которое необходимо для принесения пасхальной жертвы. Мы же тогда после Пурима приближаемся к Песу. Вон еще раз. Шаббат после Пурима, так сказать, обычный, без прибавок. А шаббат потом про о красной корове. Затем идет шаббат Паршат Оходыш. О принесении пасхальной жертвы. Глава. Добавка. То есть кроме недельной главы. А теперешняя недельная глава это Ва-Якел. Ва-Якел Миша-Миша собрал. Скоро даст Бне-Исрою. Всю общину сынов Исраиля. Ба-Еймир-Алеем сказал к ним. Эй-Га-Дворим. Эти слова. Аши-Ациво ад-Иной-Расы с Исом. Что Бог велел делать их. Ши-Шас-Йом-Им-Ти. Значит. Это то, что Бог велел делать. Ши-Шас-Йом-Им-Ти-Ос-Эм-И-Роха. Шесть дней, чтобы делали работу. Ва-Ей-Маши-Эв-Сизмой-Ел-Хэм-Ко-Кей-Деш. Святой. Шаба-Шабос-Ней-Ладиной. Полный отдых перед Богом. Ко-Эй-Сев-Им-Роха-Юмус. Каждый, кто делает в нем работу, будет умерзлен. То есть шесть дней будет сделана работа, а в седьмой полный отдых. Не зажигайте огонь во всех ваших поселениях в день субботний. А дальше следующий отрывок. Говорит об указании построить мешкам. Обращайте внимание на себя. Спряженность этих отрывков. Отрывка о соблюдении шабата. И отрывка о постройке мешкана. Наши мудрецы учат из этого несколько принципов. Первое. Что постройка мешкана не отодвигает шаббат. Соблюдение шабата важнее. И знаете еще что? Что какие работы считаются работами? Ведь в истории написаны общие слова. Не делайте никакой малаху. Разберем сейчас, что такое слово малаху. Но все-таки это очень широкое понятие, что такое малаха. Что входит в малаха, а что не входит. Я уверен, что 5-6 человек, которые сядут, каждый может сказать свое определение. И каждый в какой-то мере по-своему даже и будет прав. Надо же понять, что такое малаха в понятиях Торы. Так Тора поставила отрывок о соблюдении шабата и отрывок о постройке мешкана. Один отрывок возле другого. И из этого учат, что какие работы считаются малаха, которые Торрен запретила нам в шаббат, это те работы, которые производились при постройке мешкана. А есть предание наших мудрецов, что всего есть 39 работ, которые считаются работами в шаббат. 11 работ от пахоты и посева до выпечки готового хлеба. 13 работ от стрижки шерсти до произведения готовой одежды. Еще 15 работ. Вообще-то большой принцип, что Торы пишут очень кратко, а подробности были переданы устно. Это и есть устная Тора. А так слово малаха не неоднозначно, как понимать. Есть устное предание. Но принцип, что Тора поставил эти два отрывка один возле другого, чтобы сказать, именно те работы, которые производились при постройке мешкана. Интересно. С другой стороны, Тора нам сказала, что мы должны отдыхать в субботу, потому что за шесть дней Бог создал небеса и землю, а в седьмой отдохнул. Значит, Бог отдохнул, Бог нуждается в отдыхе. Конечно, нет. Но Бог в седьмой день не произвел физически ничего нового. Шесть дней Он создавал физически новое, а в седьмой день физического Ничего нового не создавал. Духовное Он создавал в субботу, и Святый субботу, и еще другие духовные, то, что Создавал в субботу, Он физически нового Ничего не создавал. По этому определению, наш отдых в субботу соответствует творению Бога, правильно? Шесть дней Бог творил что-то новое физическое, материальное, а в седьмой день ничего нового материального Он не создавал. И, соответственно, этому Он велел нам отдыхать в субботу. Это одна параллель. А другую параллель мы сейчас только слышим. Что работа в субботу соответствует работам, которые производились при постройке Мишкана. Как соединить эти две разные параллели? Оказывается, Мишкан в какой-то мере является параллелью миру, который Бог создал. И создание Мишкана – это как миниатюра мира. И поэтому одно параллельно другому. Работы, которые производились при постройке Мишкана, как раз они и производились при создании материального мира, который Бог создал за шесть дней. Интересно, тут написано, что не зажигайте огонь во всех ваших поселениях. Комментатор останавливается на этом. Почему выделено именно зажигание огня из всех работ? Один из комментаторов, второй говорит так, пишет так. Что зажигание огня обычно – это работа, которая, как правило, производится для удовольствия и удобства человека. Он варит себе что-то, зажигает огонь, чтобы истопить печку и так далее. Доктория нам говорит, что даже эти работы, которые человек делает для своего удобства и для удовольствия, это и входит в работы, которые запрещены в субботу. Интересно, праздник нет. Праздник, то, что мы делаем, когда мы готовим пищу, работы, которые связаны с приготовлением пищи, в праздник разрешены. А в субботу нет. Это из отличий содержания субботы, духовного содержания субботы и духовного содержания праздника. Хотел бы привести еще интересное определение, которое пишет о Магаха в субботе, Репшишн Фолгирш. Он говорит, что есть на иврите, в Ашона Кодыш, есть два выражения для работы. Есть Авода и есть Магаха. И это большая разница между ними. Авода – это как рабская работа. Слово Эвет – раб. Это работа, что человек устает от нее, которую он обязан делать. Магаха не связана с тем, что человек от нее устает, утомляется. Магаха – это как мастерская работа. Параллельно слово Магах – посланник. То есть мастерская, продуманная работа. То есть работой в субботу называется не то, что человек устает. В принципе, человек может делать работу. Действие. Нет, прошу прощения, не работу. Может делать действие, от чего он может устать. Но работой в субботу это не является. Не знаю, не скажу, что это занятие для субботы. Но работой в субботу это все-таки не является. Допустим, человек будет переставлять мебель в своей квартире. Он очень хорошо устанет. И могут быть разные вопросы, можно это делать в субботу или нет. Но в любом случае Магаха в субботу это не является. А что такое является Магаха? Магаха – это создание чего-то нового. Мастерское, продуманное действие. Создание чего-то нового. Человек зажег огонь. Без никакого напряжения. Потер спичку и зажег огонь. Он совершенно не устал. Но он создал то, чего не было. Человек посадил, пахал, сварил, сделал отбор. То есть работа Магаха в субботу ассоциируется всегда с созданием чего-то нового. Можно это выразить даже так. Что Бог в шесть дней творил небеса и землю. И Бог сказал человеку. Шесть дней делай работу, меняй мир. Бог везде у человека королем природы. В седьмой оставь мир таким, как он создан. Не создавай ничего нового. Не меняй природу, не создавай ничего нового. Хоть очень любопытно. В голове Мишпатым написано что-то субботы и отдыха в субботу. В субботу для животного еврея. Для его быка и ассо. Вы знаете, что в субботу животное еврея должно тоже отдыхать. И нельзя его заставлять работать. Есть закон, чтобы еврей не сдавал и не одолживал нееврею свое животное перед шаббатом. Знаете почему? Тот будет им делать работу в субботу. Он будет им пахать, например. Животное еврея в субботу должно отдыхать. Есть интересный медраж Мехилте. И Мехилте спрашивает. Так может быть в субботу. Не давай твоему быку и твоей козе, и твоему асу, не давай ему возможности щипать траву. Запри его домой. Запри его дома. Поставь перед ним корыто с едой и все. Ты выпустишь его на поле, оно будет щипать траву. Может быть это тоже надо ему запретить. Тора говорит, что и твой бык и асу отдохнули. А для него это не отдых, это для него мучение. Для него щипать траву это удовольствие. Поэтому позволь ему. Он хочет рвать траву, пожалуйста. А что же значит, чтобы он отдохнул? Чтобы человек его не заставлял работать. Чтобы человек им не помыкался. Чтобы человек не заставлял его пахать. А то, что осел хочет щипать траву, пожалуйста, позволь ему. Ну, это мы говорили про отдых для быка и асла. Это отдых, который Бог велел для быка и асла. Ну, а отдых для человека. Суббота совсем другой. А почему? Как вы это понимаете? Потому что животное, раб человека. Бог, когда создал человека, сказал ему, властвуйте над всем миром. Бог дал человеку разум. И благодаря этому разуму, он может властвовать над всей природой, над животными. Так в чем отдых для быка и асла? Чтобы человек его не заставлял работать. В субботу. Отдых. Животного в субботу. Чтобы его хозяин, человек, не заставлял его работать. А то, что животное хочет само щипать траву. Пожалуйста. Отдых животного, чтобы его хозяин его не заставлял работать. Ну, а отдых человека. В чем духовное содержание отдыха человека? Совсем другое. Бог сделал человека королем природы. Хозяином природы. Но этого хозяина природы есть владыка над ним. Бог, который создал его. И отдых человека в субботу, а значит, его духовный смысл, чтобы человек на день в неделю оставил свой командный пункт, склонил голову перед Богом и не делал ничего нового. Это то духовное содержание субботы для того, что Бог хотел от человека. Чтобы он знал и ощущал, что есть владыка мира, которому он подчиняется. На человека влияют действия, которые он делает. Человек воспитывается от действий. Люди, многие люди привыкли выходить на разные митинги, демонстрации, декларировать. А вы знаете, что самое серьезное заявление? Это заявление не словами, а действием. Когда человек оставляет свой командный пункт, склоняясь голову перед Богом, который велел отдыхать в субботу, он действием проявляет в себе внутри ощущение, что есть владыка над ним. Есть Бог, который ему велит, и он подчиняется ему. Это наиболее серьезное заявление, заявление действием и самовоспитанием. Это то, что Бог хотел от человека. Поэтому, то есть отдых быка ясла, чтобы хозяин его не заставлял работать. А отдых человека, чтобы он один день в неделю склонился перед Богом и оставил свой командный пункт, и не делать, не творить нового в природе, не изменять ее, оставить, как она есть. Почему? Потому что Бог так велел. Действием склонить свою голову перед Богом. Смысл содержания каждого малаха, которое написано в Исасе, «Кого малаха, не делай кое малаха?» Содержание малаха – это создание чего-то нового, изменение чего-то в природе. И Бог велел, чтобы в субботу мы не меняли ничего, оставили природу так, как она есть. И это будет для нас воспитанием подчиняться Богу и деклараться перед собой и перед всем миром, что за шесть дней Бог создал небеса и землю. Медрошим нам говорят, что наш отдых в субботу – это декларация перед всем миром, что Бог создал мир за шесть дней. Люди между собой говорят, смотри, все лавки открыты, а лавка Миши закрыта. Почему? Отвечает он еврей. В субботу. Все лавки в субботу открыты, а лавка Миши закрыта. А почему? Потому что он еврей. Ну и что, что он еврей? Он верит, что за шесть дней Бог создал небеса и землю, а в седьмой отдохнул, не создавал ничего нового. И это заявляет всему миру о том, что Бог создал мир. Суббота – это важнейшая заповедь Торы. Одна единственная из подобных ей заповедей, которая упоминается среди десяти заповедей, которые были даны на горе Синай. Единственная из подобных. И суббота – это вывеска еврея. Теперь, суббота, она очень важна. И она, соблюдение субботы, приносит с собой и благословление на всю неделю. Вообще-то, в субботе есть большая браха, тот, кто соблюдает субботу. И не только… Во-первых, само соблюдение субботы – самое важное. Ну, есть субботы, и иметь удовольствие от субботы. Готовить хорошее блюдо по возможности человека. Принять субботу вовремя. И принять субботу вовремя. Вы знаете, что перед субботой всегда надо зажечь свечи какое-то время перед заходом солнца. Тут, в Иерусалиме, принято, что же сжигают 40 минут перед заходом солнца. Есть места, где же сжигают полчаса. Есть места 20-25 минут. Ну, принять субботу вовремя и спокойно. Это тоже уважение к субботе. Не делать работу до последнего момента. Вообще-то, есть митва. Прибавлять к субботе. Что? Ну, смотрите, это уже как человек делает. Прибавлять к субботе, это тоже важно, важно прибавлять. Ну, мы сейчас переходим уже к лету. Сейчас, сейчас это проще и легче. Но даже и зимой. Надо стараться так запланировать, чтобы принять субботу вовремя. Один из путей известных – что-то сделать в четверг. Некоторые начинают приготовки в субботу раньше, некоторые начинают в четверг. А иногда, может даже быть, в короткие субботы. Лучше, что какое-то блюдо не будет сделано. Или не будет самого лучшего вычищенного дома. Но субботу принять вовремя. Зачастую, само принятие субботы вовремя важнее, более комфортного, более чистого дома в субботу или чего-то другого. Продолжаем дальше. А дальше идут ткани. Мы говорили, голубые, пурпурные, крашеные от крови чевечка, лен и козья шерсть. Шкуры баранов, покрашенные красным. Шкуры животного тахаш, которые прерывались цветами и были очень красивы. Бревна из дерева шиты. Масло для освещения. Благовоние для масла помазания. И для воскурения. Из разных компонентов. И камни шоам, и камни наполнения. И для хошана. А мудрецы. Сердцем. Чтобы пришли и сделали все, что Бог велел. Так интересно. В главе вояки пишется отрывок о шаббате, а затем отрывок о постройке мешкана. В главе кисиса порядок другой. Там пишется раньше. Трума говорится о постройке мешкана. Тецаве об одежде для коаним. Кисисо. Последние части при постройке мешкана. И только потом говорится о шаббате. А тут порядок меняется. Раньше Тора говорит о шаббате. А затем о постройке мешкана. В чем причина этого изменения? Я видел в книге Бейсан Ливи. Рабье судов, а Ливи Соловейчик зацал. Он говорит интересную, оригинальную мысль. Он идет в линии, о которой мы уже говорили на прошлой неделе. Что главы написаны по порядку. То есть глава Трума. О постройке мешкана. Тецавы, части о постройке мешкана в Китеса. Написаны еще до греха золотого тельца. Наша глава уже после греха золотого тельца. И после того, как Бог простил еврейский народ. Но при всем этом, любовь и связь между Богом и еврейским народом перед грехом золотого тельца была на другом уровне, чем после этого. И Бейсан Ливи говорит на это, приводит на это интересное сравнение жизни. Когда папа женит сына, так он покупает то, что необходимо, костюм, шляпу и так далее. То, что необходимо. А затем покупает ему красивые часы, украшения и так далее. То, что менее необходимо. Что отец покупает раньше, что позже. Он говорит так, что если любовь папы к сыну очень большая, он начинает с того, что не столь необходимо. Красивые часы, украшения и так далее. То, что необходимо я же определенно куплю для сына. А если любовь отца к сыну меньше, то порядок идет в противоположном направлении. Раньше он покупает то, что необходимо. Костюм, шляпу и так далее. А потом останется время, денежная возможность, я закуплю еще добавочное что-то, украшения и так далее. Так он говорит, подобное этому мы можем увидеть здесь. Вначале там глава о шабате была поставлена после всех подробностей о постройке Мишкана. То есть так. А здесь наоборот. Тора начинает шаббат. Да почему? Ей, Мишкан очень важно для еврейского народа. Место, где приносят жертвы. Но все-таки шаббат это шаббат это насущная необходимость. А Мишкан это очень важно. Но что-то, без которого еврейский народ какое-то время может существовать. А без шаббата он не может существовать. Поэтому до греха золотого сельца Бог начал с добавочного. Постройки Мишкана, одежды для как они им и так далее. А потом написал отрывок о шаббате. После греха золотого сельца он начинает с того, что наиболее насущная необходимость он начинает с соблюдения шаббата. Тора там рассказывает что чтобы человек делал. что надо построить мешкан палатку покрытие и так далее засовы столбы и стол умывальник жертвенник для кторет жертвенника ола занавески двора и так далее. И евреи вышли. Интересно. Написано что все у которых поднялось сердце и у всех которых была доброта принесли приношение. Сразу же принесли. Принесли пришли мужчины с женщинами и принесли самые разные украшения золотые. Украшения есть больше у женщин. Они пришли с мужьями что это согласие мужей. Украшения были у женщин но пришли с мужьями согласие мужей. Теперь у кого близко они принесли. Есть кто принес серебро и медь. Мудрые с мудрым сердцем женщины принесли пряжу разных шерст разных цветов. А женщины у которых было особое умение с мудростью они пряли укос. То есть шерсть шерсть они пряли прямо на козах на живых козах. По-видимому не все это умеют. в конце приводится что ван сим князья и в ее принесли камни шеям и камни милую наполнения для ифода и для хошена и благовония и масла для освящения для масла помазания для которых и все мужчины и женщины что было с добрым сердцем принести как Бог велел через Моше принесли приношение. Так интересно когда все это было? Когда Моше собрал весь народ? Моше ведь поднялся на гору сразу после дарования Торевшего от шестого сивана седьмого сивана поднялся и был там сорок дней спустился семнадцатого Томуза был еще сорок дней молился Богу и еще сорок дней молился Богу и спустился в Йом-Кипур а когда Моше собрал всех и тогда Бог полностью просил грех Золотого Терца а когда Моше собрал весь еврейский народ Он собрал весь еврейский народ на завтра после Йом-Кипура и он говорил дал указания постройки Мишкана и дальше сразу написано что Бог же выбрал кто чтобы за ним руководил работой Бецау сынури сынхури из колена Иуда и Олио в сынах Исомаха из колена Дан что у него была мудрость и умение большое в разных мастерских работах и обучать других в самых разных работах и ткацких и по дереву и по металлу и по драгоценным камням и и были люди у которых сердце понесло чтобы сердце подняло чтобы делать работу Рамбан в комментарии на Торо пишет интересную глубокую мысль что значит их сердце понесло он говорит так евреи же в Египте чем они занимались глиной и кипячами они драгоценными камнями не занимались искусным мастерским ткацким рамеслом тоже не занимались откуда они могли это знать но они почувствовали у себя желание сердца и почувствовали что есть у меня наклонность к такому то мастерству и они сказали я постараюсь попробую и у них подняло сердце и они действительно сумели это сделать теперь Бетцаул и Иолио это два руководителя работы и все мудры сердцем как мы уже упомянули написано у которого поднялось сердце проявляется к этой работе сердце его подняло что он умеет впрочем это бывает часто в жизни что есть какое-то новое действие ради что полезно для Торы и для митвот а человек никогда это не пробовал на него сердце поднимает что я надеюсь я смогу это делать и его сердце поднимается и он пробует и Бог посылает ему удачу так они взяли от Моше все эти приношения что евреи принесли они принесли все приношения утром утром принесли все мудрецы которые делают все эти работы каждой своей работой и сказали Моше народ делает много достаточно для работы что Бог велел делать то и за два дня принесли все за два дня представляете себя за два утра принесли все и Моше велел привели голос в лагере ищи мужчины и женщины чтобы не делали больше для принесения святого а народ и народ перестал воздержался потом приносить работа им было достаточно делать еще вырос еще осталось было достаточно то что они принесли за два за два утра было вполне достаточно интересно тут написано чтобы мы больше не делали малако мы говорили в субботу что написано нельзя делать мало х значит они не одather Nathan это значит что они больше не приносили видно отсюда что приносить вы за при выносить из дома на улицу, Тора называет малаха, так это одна из 39 работ в субботу, выносить из дома на улицу или вносить с улицы в дом. Это одна из 39 работ, впрочем, она очень актуальна, особенно в тех местах, где нету не сделан ируф, или для тех, кто не хочет полагаться на ируф, эта работа очень актуальна, что можно, что считается частью одежды выносить, а что нет. Пример, считается, что чехи от близорукости, которые человек носит постоянно, это является частью предмета этого, что человек частью наподобие одежды, он может выносить, а, например, очки для чтения нет. Есть, например, кто-то находится в Москве или в Питере, а он не может читать без очков, что ему делать? Смотрите, есть, я вижу только два пути, или иметь две пары, одну пару дома, а другую пару в Бекнесете, или в Питере, за благовременно принести в Пятницу перед заходом Солнца, а после выхода звезд в Субботу взять. Какой из путей это пусть каждый решит, что ему удобнее. Но тут интересно, что тут написано «Магаха» именно про принос, принос этот тоже, тоже «Магаха». Интересно, тут написано, что князья принесли, что князья принесли бриллианты. Правильно? Есть интересный Раши, Раши говорит так, князья принесли, говорит Рабносон, почему князья, когда обновили Мишкан, они сразу принесли свои приношения, а тут, при постройке Мишкана, они не принесли сразу, их пишут прямо в конце, почему. Князья сказали так, пусть общество принесет то, что оно принесет, а то, что будет не хватать, мы дополним. А вышло, что общество принесло все. Они думали, что будет нехватка, они что-то не принесут, дополним. А вышло, что общество принесло все за два утра. За два утра они все принесли, было достаточно. Сказали князья, что мы можем принести. Принесли камни Шоа, мы камни мируем для наполнения, бриллианты. Принесли благовоние и масло. Принесли благовоние. Так они увидели свою ошибку, что они задержали свое приношение. Они сказали, пусть общество принесет, а мы дополним. И когда обновили мешка, они уже принесли первое. И Раша прибавляет. Потому что они ленились изначально, не хватает букв от их имени. Написано в Анисеем без юда. Это правило втория. Когда какое-то слово написано полным с юдом, это говорит о полноценности этих людей. А не хватает юда. Говорит о том, что у них что-то не хватает. Так Раша говорит, они ленились с приношением, не хватает букв от их имени. Написано на Анисеем без юда. Я помню, Рабхайин Шмулевич задавал вопрос. А кто сказал? Кто сказал, что они ленились? Они же сделали умный расчет. Пусть общество принесет то, что надо. А то, что будет не хватать, мы дополним. А? Они же сделали расчет. А? И он отвечал на это так. Я помню беседы Рабхайма, когда я учился в мире. Он ответил на это так. Очень часто лень приводит очень умные и веские аргументы, что что-то не надо делать. А зачем это делать? Это не так важно. И без этого хорошо. Или кто-то другой сделает. Есть пасук Мишры. Хохом оциубеино мишиво мишиве там. Хохам. То есть, ленивый, он мудрее в своих глазах, чем всем понимающих умных людей. Очень часто бывает, что лень приводит разные умные доводы. А причина всех этих доводов, это не сами доводы. Это лень. Лень приводит часто очень умные доводы. То есть, другими словами, коренная причина у князей, что они не принесли. Они немножко ленились. Но они дали себе хорошее объяснение, почему не стоит это делать. Любопытно, может быть, мы уже это упомянули, что тут, когда упоминается приношение на мешкан, так упоминается по порядку. От более дорогого к более дешевому. Золото, потом серебро, потом медь. Мы все знаем, что золото дороже серебра, а серебро дороже медь. Затем ткани. Затем бревна. И в конце всего списка. В самом конце бриллианты. А еще вам, вам и милые. На рынке считается, что бриллианты дороже и золота тоже. Правильно? Да почему-то вдруг они приводятся в самом конце списка. А Рахай Макадош поднимает этот вопрос. И он отвечает на это. Он отвечает на три ответа. Один из его ответов, что... Ведь главное приношение это что? Стоимость приношения. Не только это. Доброта от сердца. Желание сделать доброе дело. Принести приношение. А если кто-то делает с ленью, даже он приносит что-то дорогое, то это немного стоит. Бревна, которые стоят недорого. Которые сделали с добротой сердца. Энергично и быстро. И сразу же они дороже, чем бриллианты, которые принесены с ленью. Доброта от сердца. Доброта от сердца самое важное. И когда... И энергичность человека, что он старается выполнить митцву быстро и энергично. Он не задерживает выполнение митцвы. Поэтому бриллианты, которые принесли князья, раз это было сделано лениво, то это немного стоит. Поэтому это упоминается в конце списка. Это дешевле. Нечего говорить про севроз золото и медь. Это даже дешевле брем. Тора нам рассказывает, как Бог выбрал Бацалила, сына Ури, сына Хура, колено Ягудо. И... Интересно. Я уже упомянул, в чем был именно его выбор. Почему Бог выбрал его? Медраж говорит, он получил это в заслугу своего дедушки. Когда Моше покидал Стан, поднимался на гору. Он сказал народу, вот Арон и Хур с вами. Какая-то проблема, подойдите к ним. Дальше в Гол... Дальше в Торе мы про Хура вообще ничего не слышим. Не слышим вообще о нем. А он не упоминается вообще. А Медраж нам рассказывает, что когда те, которые присоединились к еврейскому народу... Не евреи, присоединившаяся... Смесь, присоединившаяся к еврейскому народу при выходе из Египта. Увидели, что Моше задерживается и... Проявили инициативу что-то делать. Так они подошли, прежде всего, к Хуру. Хур резко отказался. Так его убили. Благодаря этой самоотверженности дедушки, Бецао сын Ури, сын Хуру, Служил быть первым, который занимался постройкой Мишкана. И с ним был Олеов, сын Хисамаха. Он был из колена Египта. И с ним был Олеов, сын Хисамаха, из колена Дану. Тут написано, что Бог одарил их хохмо, твуна и даст. И каждая мастерская работа. Надо знать, что есть разница. Есть хохма, есть твуна и есть даст. Что такое хохма? Мудрость, которую человек изучил и узнал. Твуна. А что такое твуна? Понять одно из другого. Понять из того, что он не изучил. Понять что-то новое. Это твуна. А даст. Это как бы как руаха кодыш или как интуиция. Понять. Это третья часть знания человека. Из которого выходит знание человека. И дальше написано, как бы целые Олеавы. Все мудрые. Сердцем, чтобы Бог дал им мудрость. Они делали работу по стройке Мишкана. Интересно. Наша глава рассказывает, как они строили Мишкан. В главе трума это указание по стройке Мишкана. А в нашей главе рассказ, как они это делали. И Тора это повторяет. Как они это сделали. Обращает внимание. Про все части написано просто сделал. А про ковчег. Написано, что бацалыл сделал ковчег. Вопрос. Почему про ковчег написано, что сделал это именно бацалыл. Про другие просто написано сделал. Бацалыл был руководителем. Ну, простому пшату можно сказать, что ковчег это наиболее святое. Так бацалыл, который был самым, и из руководителей самый первый, так он это сделал. У Ремея Симха в его книге Мешехохма говорит еще мысль. Он говорит так. Ведь надо было сделать ковчег. И надо было сделать крышку. И надо было сделать два изображения. И надо было это сделать с полной святостью во имя Бога. Никакие талисманы, никакие другие побочные мысли. Ничего, чтобы тут не было примешано. И поэтому, так как там были крови, и что именно бацалыл, который был внуком хура, который выступил против, который резко выступил против того, что евреи сделали. И Ремея Симха даже говорит, что после греха Золотого Тельца было важно, чтобы именно бацалыл сделал этот ковчег с Крувим со всем, чтобы было с полной чистой мыслью, без никаких побочных мыслей. Именно, именно ковчег и Крувим, которые там были. Поэтому там написано именно, бацалыл это сделал. Крувим ведь были в форме, как мальчик и девочка, и они символизировали любовь и связь между Богом и еврейским народом. Вы знаете сравнение, вчера шире мы в пророках, что отношение Бога с еврейским народом, как жених и невеста. Где жених это Бог, а невеста это еврейский народ. В Геморе даже приводится, что насколько были направлены лица мальчика и девочки один к другому, это происходило соответственно близости между Богом и еврейским народом. Так это виделось на этих формах ковчега. Дальше рассказывает нам в нашей голове о том, как сделали умывальник, как сделали светильник, сделали жертвенник воскурения золотой. И дальше упоминается, что сделали умывальник из меди и основание из меди. Из чего его сделали? Из зеркал женщин, которые собрались у входа мешкан. Приводится, что Машин не хотел его принять. А Бог ему сказал, что они любимы мне через них. У женщин было много детей, что они своим вниманием смотрели в зеркала и смотрели с мужем. Кто красивее, я красивее тебя и так далее. Родили детей в Египте самоотверженно. И из этого сделали умывальник. Сейчас останавливаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова